Программа «Искусство России и людям мира» Советского фонда мира представляет выставку «Миражи» 21-го года. Выставка проходит в формате виртуального пространства. Акуленина Лариса. Нью Вавилон. Художник-пуантилист. По смысловому содержанию Ларисе ближе всего символизм. Живопись для нее существует как выражение особого мира единства, чувственного и разумного. Алексеева Нина. Весна на Кавказе и зима в Новгородской области деревенский мотив февраля. У каждого своя фантазия, позволяющая видеть свое, считает автор. Архангельская Мария. Восходящий. Живопись, рожденная через видение и яркие вспышки осознаваний. Именно тонкое ощущение реальности дает Марии импульс творить в стиле абстрактного экспрессионизма. Белова Коваленко Светлана. Иллюстрация к первому игроку приготовиться. Концепция виртуальной реальности – механика полного погружения в игру. Гигантские виртуальные экономические платформы, социальные сети, чаты, онлайн-магазины и приложения – уже политический ресурс. Жизнь работы и обучение в сети в условиях нашего времени стала реальностью. Воротила надея. Вдохновение. Картина-подарок от поклонника девушки-художниц, потерявшей веру в талант. И все удалось. Иванов Александр. Девочка с воздушными шарами. Это настроение и позитивные эмоции живопись вообще должна нести в каждый дом радость и позитив, считает Александр. Ольга Коваленко. Картина «Воспоминания». Живописец, графический дизайнер, дизайнер архитектурной среды и фотограф. Живопись считает своей жизненной философией. Игорь Кун. Островки. Художник интерпретирует жизнь человека, как путешествие по некой реке, через небольшие островки. Островки воспоминаний, возвращаясь к которым мы испытываем положительные эмоции, теплые и добрые чувства, испытывая которые мы можем доверять себе и делать выборы в тех или иных жизненных ситуациях. НИКОЛАЕВА МАРИНА МОНА АЛЛЛА Человечество столетиями задавалось вопросом, что есть красота и почему ее обожествляют люди. Это идеальные пропорции, рассчитанные по формуле золотого сечения. Или ускользающее воображение. Мираж – вечная загадка. Как и вечная загадка улыбки, которая делает женщину по-настоящему прекрасной. МАРИНА ОРЛОВА-ШАЮКУ ОТРАЖЕНИЕ Марина пишет картины на морскую тематику. Бушующие волны, отражения закатного неба, облаков и корабликов в спокойной морской глади. Колоритные морские пейзажи с яхтами – любимый сюжет художника. Попова Татьяна Ангел мой Кто-то в них верит, кто-то надеется на них. Кто-то ни во что не верит. Но они приносят нам божественные послания и ведут нас за руку там, где темно. Невидимый для наших глаз – бестелесные духи, созданные Богом. Ангелы Рудановская Татьяна Праздничная Москва 15 лет назад впервые увидела монотипию и влюбилась. Монотипия – это быстрый отпечаток, который не просто красивый, но и очень хорошо передает внутреннее состояние, чудесным образом отражающее настроение и ситуацию. МОНОТИПИ Густой туман стелется над порушенной упавшей маковкой храма, и надо всем встает зарево то ли рассвета, то ли прошедшей войны. Кумир деревянный с мечом в руках, бог воинского духа Раде Гост, знак Вели, сохранителя благосостояния, на волуне оберег начертан, знак одолень трава, на нем ворон взирает, одним словом, Русь. Сучкова Наталья Мальчик из Намибии Картины написаны под впечатлением от поездки в Намибию. В небольшой деревушке мы остановились, чтобы купить воды. Им проходил мальчик лет десяти в школьной форме. Захотелось хоть чем-то угостить этого мальчика. У меня с собой были только фрукты, и я дала ему крупный яркий оранжевый апельсин. В ее взгляде читались мечты о будущем на фоне африканского заката. Он держал в руках апельсин, словно это был земной шар. Эта живая картина надолго запечатлелась в моей памяти, и, вернувшись домой, перенесла ее на плаву. Людмила Северина Утро пионы Родилась в Москве, закончила Московский государственный педагогический университет. Является участником и организатором множественных московских и международных выставок, выставок конкурсов и пленеров, персональных выставок, организатор и участник выставок Содружества московских художников «Диалог с творчеством». Ткачишина Оксана Любовь-мираж Любовь – это оазис с хрустальной водой, которая так необходима каждому человеку для жизни. Но она может оказаться миражом. Беньямин Зывалунович Шалумов Почетный член Российской Академии Художеств, действительный член Международной Академии Творчества, народный художник Республики Дагестан. После успешного периода жизни в науке он полностью посвящает себя живописи, реализовав свой творческий потенциал в искусстве. Шальнева Анастасия Остров Бали Пейзаж Моё творчество осознанно и построено на опыте впечатлений, знаний и эмоций. В своих работах мне нравится отражать красоту и характер жизни. Мои картины, мир внутри меня – каждый из них обычно ставит точку. Мои картины, мир внутри меня – каждый из них обычно ставит точку. Мои картины, мир внутри меня – каждый из них обычно ставит точку.